Так, Европейский суд принял решение по уголовному преступлению и арестовывает имущество. Мы будем изымать имущество на основании чего? У нас есть решение Европейского суда? Если мы примем хоть один шаг по изъятию имущества зарубежных компаний здесь, это означает, что мы не просто бандиты, а мы уголовники. Причем уголовники со стажем, потому что в данном случае исполняется решение суда на основании закона. Если мы не хотим, если мы считаем, что закон для нас не имеет никакого отношения ни европейский, ни какой-то, у нас самостийная история, тогда надо придумать, как мы будем жить без поставок наших углеводородов зарубеж. Потому что как-то мы, надо либо крестик снять, либо труселя одеть. Это одно из двух. Потому что если мы поставляем туда энергоносители и ждем оттуда денег, то в таком случае они должны тоже пойти бандитским способом получить энергоносители и не платить за них. И замечательно себе жить. Напомню, что они без нас проживут. Все 70% углеводородов они уже себя обеспечат. Я уж не говорю про альтернативные источники, собственно говоря, энергоресурсов. Поэтому если мы предпримем хоть одно действие по уголовно-бандитскому изъятию имущества зарубежных компаний, мы бандиты, преступники. И если кто-то там под этим видео напишет, что типа это правильно, что мы займаем чужое имущество без решения европейского, я подчеркну это сюда, а не нашего басманного правосудия, ну значит это пособник преступников. Спасибо ему.